Братья и сестры, поздравляю всех вас с праздником 25 лет Церкви Ифания. Занимайте места. Израиль был в Вавилонском плену 70 лет. И вот пришло время, когда Бог расположил трех правителей – Кира, Артаксеркса, Дария – позволить и даже дать указание всем желающим из израильского народа возвратиться в свою страну. А кто не может, пусть передает средства для того, чтобы восстановить храм Иерусалимский и Иерусалим. Читая Писание, мы можем для себя обратить внимание. Неемия, Ездра и много других возглавляют выход из Вавилонского плена. В разное время очень-очень большой поток людей, а с ними сосуды Дома Божьего, золото, серебро и всякие драгоценности выходят из Вавилона в Иерусалим. Прочитаем Ездра, 8 глава, 18 стих. Такое выражение, которое записано. «Так как благодеющая рука Бога нашего была над нами». Я хочу обратить с вами внимание на это выражение, которое записано пять раз в книге Ездра. «Рука Божья». Каково же состояние под этой великой рукой Божьей Ездры и всех людей, которые живут на этой земле? Что можно для себя выяснить или взять из этого выражения? «Так как благодеющая рука Бога нашего была над нами». Это выражение сказано с большим пафосом, с гордостью или как? Три качества хочу заметить для себя. Ездра рассказал это выражение в смирении, в сознании зависимости и полного доверия Богу. Это три ниточки, как бы связать их в одно. Но и мы осознаем, как Ездра трепетал пред Богом, как он осознавал великую ответственность, которая попала на его долю. Ездра – это книжник, изучающий закон Божий, получивший расположение у царя Артаксерца пойти в Иерусалим, чтобы выставить храм и служение в нем. Ездра не хочет просить у царя воинов для их защиты от врагов, которые могли появиться в любое время их путешествия. Да и проблемы, которые были вокруг них, с ними, в пути, при таком количестве путешественников было немало. Только представьте, с Неемией выходило 42 тысячи мужчин плюс дети, старики, женщины. С Ездрой выходило полторы тысячи мужчин плюс женщины, дети, старики. Все шествие действительно нуждалось в хорошей подготовке, в хорошем распределении, в хорошей защите. Тогда не было Мерседесов, не было автобусов таких, как у нас сегодня. Я так приблизительно посчитал, на 42 тысячи надо только для мужчин, не говоря уже о женщинах и детях. 800 автобусов, представьте себе, только для мужчин, а для детей, а для стариков. Тогда не было в пути ни Валмарта, ни Алди и прочих удобств, которые есть сегодня. Пешком, приблизительно от Нью-Йорка до Лос-Анджелеса или далее. Это очень большое расстояние. Еще раз скажу, пешком, босиком, днем и ночью. Четыре месяца их путешествие длилось. И если так выразиться, если Ездра в смирении, в зависимости и доверии Богу, он мог бы, по-нашему сказать, сложить руки, переплести ноги и сказать, ну, Господи, Ты и заботься об этом шествии. Нет Ездра просматривает людей, кто изъявил желание поехать в свою страну, обращает внимание на то, что нет достаточно служителей для храмового служения и поручает посланникам привести нужных людей. И самое главное, он означает пост, молятся о защите Божьей. Он не бездействовал, но и проявлял активное внимание или пристальное внимание ко всем и на все. Он знает, что в таком путешествии только рука Божья сильна провести, привести, защитить в этом тяжелом и длинном пути. Когда мы читаем Библию, мы можем еще обратить внимание на одного человека. Моисей написано, «Сыны же Израилевы шли под рукою Высокою». Моисей тоже имел глубокое смирение, зависимость и доверие Богу. Он не хотел идти без сопровождения Божьего. и сказал Богу, «Если не пойдешь ты с нами, то и не выводи нас отсюда». При всем этом Моисей пристально и внимательно слушает, что Бог ему говорит. запоминает все, я даже не знаю, как это можно запомнить, когда мы читаем исход ли вид числа второзакония, я не понимаю. Но он запоминает все о скинии, о жертвоприношении, о изготовлении всех необходимых предметов для совершения служения. Он слушает закон Божий, который устанавливает, как должны евреи поклоняться Богу. Он очень сильно сокрушается греховности народа и плачет, и просит Бога помиловать Израиль. Все те исторические события, которые были когда-то, что сегодня для нас 25 лет церкви Вифания. Какое состояние должно быть у нас с вами? Хочу назвать несколько фамилий, несколько имен. Петр Михайлович Седлеревич там сидит, Василий Яковлевич Мельниченко там сидит, Александр Федорович сидит у экрана своего телевизора или компьютера, Иван Агеевич, который сейчас в тяжелом состоянии. Ну и Павел Алексеевич Гамаюнов, который опередил всех нас. Они имели такое вдохновение, чтобы 14 февраля 1999 года заявить о том, что они выходят для того, чтобы свободно совершать церковные служения. И кто мог представить себе, что с 21 февраля 1999 года мы сможем преодолеть такой путь? И нужно нам твердо сказать, что только рука Божья, которая вела и управляла всеми нами, дополняя через каждого члена церкви в служении, в смирении, в зависимости и доверии Богу, подчиниться его проведению. Каждый член церкви делал то или иное дело. И в Сианам 4, 16 написано, из которого все тело, составляемое и совокупляемое, посредством всяких взаимно скрепляющих связей при действии в свою меру каждого члена, получает приращение для заседания самого себя в любви. Да, каждый член церкви ходил в церковь и соединялся. Каждый член церкви скреплялся и действовал. Каждый член церкви рос и созидал сам себя и других. Христос сказал как-то о нас с вами и о всех уверовавших в Него. Никто не похитит вас из моей руки и из руки Отца Моего Небесного. Я могу сказать, что это гарантия для тех, кто находится в руках Господа, кто будет жить, действовать и ходить в смирении, зависимости и доверии. Но если мы будем вести себя неправильно, то это послужит тому, что его же рука, его уста отвергнут такого человека и, как написано в Откровении, выплюнут во тнему внешнюю. Там будет плач и скрежут зубов. Никто из нас, сидящих здесь, не может сказать так, как сказал когда-то Навхудоносор. Не моя ли рука построил этот величественный Вавилон? Такое заявление или подобное заявление в церкви очень опасно. Гордыня, самомнение, превозношение – это путь опасный, который видел Иоанн Богослов или ученик Господа Иисуса Христа, который написал три послания. И в третьем послании, первая глава, там одна глава, девятый стих написано, «Любящий, перевенствовать у вас, Диатреф, не пускает нас в церковь». К сожалению, такие люди появлялись в Молдавии, в Австралии, в Азербайджане и здесь, в Америке. Но, слава Богу, нас с вами обошло это состояние. Слава Богу! Если мы что-то и сделали, то должны говорить, мы рабы, ничего не стоящие, потому что сделали то, что должны были сделать. И, возможно, нам всем и каждому верующему нужно осознавать, предполагать, что над всеми нами висит или находится рука Божья. И никогда не упускать из нашего состояния смирение, зависимость и доверие Богу. Христос сказал, и это верно, «Без Меня не можете делать ничего». За все эти 25 лет мы все видели Божью руку над нами и над каждым членом церкви. Рука Божья была тогда, когда организовывалась церковь Вифания. Когда были те или иные внутренние трудности, когда мы искали молитвенный дом, когда умножалось количество членов церкви, когда приобрели первый молитвенный дом, когда нужно было его ремонтировать, когда пришло время поиска другого молитвенного дома и когда нужно было усмотреть другого служителя. И много-много можно перечислять таких вопросов, когда мы видели, что это не только человек, но самая главная рука Божья была над всеми нами. правда, нужно сказать и так, что не всегда, не всем сразу было видно, понятно, что так нужно сделать. Но он управил всеми нами для нашего же блага. Христос сказал как-то Петру, что не понимаешь сейчас, уразумеешь после. И вот я хочу процитировать одно стихотворение. Песнь Возрождения 1575. Через всю жизнь из года в год в тоске, в нужде, в разлуке нас всех ведут, ведут вперед невидимые руки. Они ласкали нас порой, порою бичевали, вели с врагом неравный бой, встречали, провожали. И нам казалось иногда, что мы их потеряли. О, как печалились тогда, как их найти желали. Но в час, когда окончим путь, умолкнут речи, звуки, нас в отчий дом, перенесут невидимые руки. В обятие примет нас Отец для жизни без разлуки. «И там увидим наконец невидимые руки». Итак, братья и сестры, благодарите, благодарите всегда Господа, что есть над нами невидимые руки Божьи. И последнее, не нам, не нам, Господи, не нам, но имени Твоему дай славу. Итак, да благословит всех нас Господь, потому что только Ему и только Ему слава во веки. Аминь. Мы сейчас будем молиться. Просьба, чтобы все мы молились тихонько, чтобы мы молились кто как может, по-русски, по-молдавски, но громкую молитву произнесет Василий Яковлевич и Петр Михайлович. Александр Федорович, он будет молиться там у себя дома. Давайте встанем, помолимся. Пожалуйста.